Восьмое марта. Что это за день в православии? Весенние дни у матери, бабушки, дочери принимают подарки и поздравления от мужчин, но восьмое марта в православии не признается, и связано это с историей происхождения праздника. Можно ли православному человеку отмечать Международный женский день? Или празднование категорически запрещается? Почему стали отмечать восьмое марта? Для понимания, почему восьмое марта в православии воспринимается с негативом, следует вспомнить историю происхождения праздника. Восьмое 1908 года женщины Нью-Йорка вышли на митинг, борясь за равноправие. Их не устраивало более низкое сравнение с мужской зарплата, а также невозможность участия в выборах. Уже в 1909 году отмечался женский праздник. Восьмое марта. Популяризация праздничного дня способствовала Клара Цеткин, коммунистка. В 1910 году на проходившей в Копенгагене женской социалистической конференции, предложившей сделать мартовский день официальным праздником. В то время атрибутами восьмого марта были не мимозы и презенты, а митинги. В 1911 году, 19 марта, вышли митинговать немки, австрийки, датчанки, швейцарки. И в 1912 году, 12 мая, 1913 в ряд митингующих встали россиянки и француженки. И только в 1914 году было решено, что женский день будет отмечаться восьмого марта. И сказано, понятно, что праздник имеет исключительно социальную и политическую направленность. Здесь женщина выступает карьеристкой, борцом за свои права и равноправие в обществе. Главная женская роль верной супруги и матери, поощряемой христианством, отодвинута на последний план. Сегодня день восьмой марта утратил социально-политическое значение, превратился в приятный праздник весны и красоты. Но отношение к нему церковников осталось негативным. Можно ли православным праздновать восьмое марта? Церковные служители считают, что православному христианину отмечать восьмое марта не стоит. И приводят следующие аргументы. Первая причина совпадения даты с Великим постом, в дни которого следует воздерживаться от определенных блюд, интимных сношений, бурных эмоций. Вторая причина – превращение праздника в пьянку и разврат. Второй аргумент, к сожалению, становится все более актуальным. Церковь не считает неприемлемым, если христианин поздравит жену и дочь, навестит мать и бабушку, уделит ей внимание, выкажет свою любовь. Если относиться к восьмому марту как к способу продемонстрировать искреннее и чистое чувство по отношению к близким людям, то православие это только приветствуется. Однако многие женщины и мужчины ждут выходного дня, чтобы оторваться, напиться, шумно отметить, вступить в интимную связь. Поэтому многие православные деятели яро протестуют против праздника, требуют его упразднить, хотя большинство священнослужителей относятся к восьмому марту нейтрально, считают его непримечательной датой, обычным весенним днем. Для поздравления женщин в православии есть неделя жен-мироносец, в дни которой представляются матери, приветствовавшие Христа, провожавшие его на Голгофу. Эти женщины первыми разнесли чудесную весть о том, что Сын Божий воскрес. В эту неделю православные христиане вспоминают милосердных и добродетельных христианских женщин, жертвовавших собой, выполнявших тяжелую миссию. Восьмое марта – день вавилонских блудниц. Есть еще одна причина, по которой православик дать восьмое марта относится негативно. Речь идет об истории вавилонских блудниц. Город Вавилон, ныне территория Ирака, 4000 лет до н.э. был центром политической и культурной жизни Месопотамии. Вавилоняне поклонялись множеству божеств. Один из главных богов Мордук был страстным любителем женских ласк. В храме божества в специальном помещении всегда находилась жрица, призванная по первому требованию Мордука отправляться к нему и утолять его за страстные желания. В день наступления Нового года, в тех широтах этот март, начало посевной, божеству отводили самую красивую страстную жрицу. Простые вавилонни тоже праздновали, отдаваясь утехам в домах любви. В течение времени культы Месопотамских божеств менялись. Чтобы прославить богиню плодородия Иштар, каждую вавилонинку обязали хоть раз в храме предложить себя первому встречному мужчине, какую бы сумму он не предложил за услугу. Ритуал вавилонских блудниц существовал довольно долго, привел к полнейшему моральному разложению общества. Как мог закончить погрязший в разрате город? Конечно же, трагически. Вавилон практически без потерь захватил персидский царь Кир. Город начал приходить в упадок. Обвинили в этом блудниц. Вавилон остался в истории как город греха. А в православном календаре 8 марта значится как день вавилонской блудницы. Церковники советуют день 8 марта проявлять смирение и милосердие. Не возбраняется сделать приятный подарок жене и матери, произнести слова любви, но следует помнить о запретах Великого Поста. Лучше всего посвятить выходной день молитве и праведным мыслям. Постилка готова. Постилка готова. Приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует...